сегодня речь пойдет о том как правильно использовать условные конструкции и даже не столько правильно с точки программирования а правильно с точки читабельность потому как сказал кто-то не помню кто не сказала написал код надо писать так чтобы он был понятен людям а не машинам первую очередь потому что машина если код написан синтоксически верно она поймет как угодно а вот человек поймет не всегда кроме того нашему коду свойственно из простого превращаться сложный по мере того как мы вносим изменения а вносить изменения мы в него будем поскольку любой наш код это не что иное как описание бизнес-процесса а поскольку жизнь эволюционирует и бизнес-процессы в процессе эволюции меняются то нам тоже придется менять на что и наши программы если мы конечно не хотим остаться на обочине жизни так что сегодня у нас семинар посвящается всем закончившим курс я вас крипт уровень 1 или тем кто до него еще не добрался это было хорошо и красиво давайте посмотрим вот такой код что мы видим у нас есть какая-то функция рабочая в ней осуществляется какая-то проверка здесь понятно приходит наименование какого-либо государства сравнивается либо это либо это и делается соответствующий вердит мы сейчас не останавливаемся на том как правильно писать неудобно функции это предмет вообще отдельного разговора нам сейчас важно то что внутри конце концов мы можем это из функции вытащить что в этом коде не так поскольку выглядит достаточно неплохо и даже вроде как понятно мы видим что у нас здесь используются какие-то перечисляемые значения явно больше одного и скорее всего еще больше соответственно нам придется все это дело увеличивать увеличивать и увеличивать залезая вот это не очень хорошо поэтому первое на что надо обратить внимание если у нас появляются вот такого рода перечисляемые значения то желательно их сразу же хранить какой-либо структуре например в массиве таким образом мы вот это дело вот это дело мы можем переделать во что например давайте определим я пона определял слегка дабы не тратить время предположим вот у нас есть такой массив согласно теперь обратите внимание теперь у нас случается все очень легко и просто почему потому что у нас у массива есть замечательный метод который называется инклюдец инклюдец который проверяет если там соответствующее значение вот таким образом все легко и просто что чего мы добились мы добились того что у нас теперь название государств не просто жестко зашитые это здесь а представляет из себя какую-то структуру которую на самом деле можно в принципе вынести из функции и передавать например функции country и countries а функция будет только лишь производить сравнение мало того мало это структура опять же она позволяет нам поскольку структура программно ее изменять то есть не программист залезает сюда вот в эту строчку кода и что-то там добавляет руками да а мы можем написать какую-то программу которая будет что-то добавлять извлекать может там менять местами порядок доследования государства в этом массиве ну я уже не говорю про то что мы можем в отдельный файл и сохранить где-то и передать куда-то то есть эта структура уже живая а не просто жестко зашитый код здесь в нашем коде поэтому правило скажем так номер один ну это мое правило на самом деле это если хотите сегодня я о своих правилах которым я которыми я пользуюсь для себя давным-давно определил если есть нечто перечисляемое какие-то значения то опять же используем для хранения какую-то структуру например массив не обязательно массив это как пример это первое второе мы предположим оставляем то же самое решили мы это дело расширить представьте себе что у нас в эту функцию передается еще один параметр например язык какой-либо соответственно мы решили здесь сделать нечто следующее во-первых мы говорим ага надо нам проверить для начала нам нужно проверить вообще сам параметр кантри а вдруг он не пришел да поэтому наоборот пришел поэтому наше теперь условие оно становится вот таким сначала мы проверим говорим ага если в кантри что-то передалось правильно да здесь мы естественно укажем ну здесь мы просто напишем что-нибудь типа вот так да как-то так и вот у нас теперь пошло обратите внимание и и а дальше у нас здесь идет вполне возможно если это государство то у нас здесь давайте сделаем вот так красиво дополнительные фигурные скобки у нас соответственно мы еще проверяем на на предположим языку вот так будет да если английский то что-то опять случилось да вот так о код уже стал нечитабельный ну скажем так для того чтобы его прочитать понять не кстати не факт что я не допустил ошибку вот то надо сделать паузу надо сделать паузу ты хочешь четыре дня в неделю учиться да и сучьи относ у нас есть и глядя правильно да где что здесь делать что делать друзья мои вот именно в данном моменте значит делать нужно следующее есть есть такой во-первых есть такой язык python известный на нашем русскоязычном пространстве python в котором есть так называемый zen python на набор очень полезных правил которые неплохо было бы знать и гражданам использующим другие языки программируем одно из их правил гласит плоское лучше чем вложенное у меня когда иногда смотрю на код особенно который понятно у нас здесь на курсах пишут у меня такое впечатление что его пишут мазохисты которые просто таки получают удовольствие от этого немыслимого количества фигурных скобочек от этой вложенных и потом попытки разобраться что здесь во что вложить особо доставляет вот такой if else как я написал здесь когда идет большой 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 if а потом вот такой маленький else ну типа ошибка или просто там return false что-то типа такого вот то есть что мы делаем да какая наша задача во первых наша задача еще раз по возможности избежать это дурацкие вложенности во вторых во вторых если у вас случился вот такой если у вас случился вот такой if else то есть когда в if что-то много а в else мало то переставьте их местами так чтобы в один экран да чтобы можно было только начать вот это дело эту конструкцию можно было бы сразу увидеть и то и другое а не мотать несколько экранов вниз дабы потом увидеть что это все заканчивается одной строчкой в нашем случае друзья мои чтобы избежать вот этой дурацкой вложенности надо вспомнить что у нас есть замечательный логический оператор который нот который восклицательный знак давайте попробуем сделать так смотрите первое что у нас идет это проверка на вообще передали мы сюда это государство или не передали правильно я понимаю что сложно заставить себя инвертировать значения но просто приучите задавать себе вопрос не то есть если пойдет дождь а если дождь не пойдет не если магазин открыт а если магазин не закрыт и тогда вы к этому привыкнете и так если у нас со стороной все плохо правильно да то делаем вот так баба все нам здесь больше больше делать ничего это во-первых согласны второе что мы делаем второе что мы мы проверяем вот это дело смотрим здесь и опять же и опять же и опять же если там не включено да то мы опять предположим возвращаем да что-то там такое там строчку может быть по-хорошему то функция должна вернуть вот такое вот дело например так вот ну и все что у нас осталось это сделать если уже мы добрались сюда ну давайте пусть она лучше все-таки возвращает да это будет правильнее для функции нежели она печатает правильно вот и теперь если мы посмотрим сюда обратите внимание обратите внимание вот что у нас было и вот что у нас стало все это превратилось в три читабельные абсолютно строчки правильно которые явно бросаются в глаза никаких вложенностей а меньше то есть код стал плоским а меньше ветвлений меньше вариантов сделать ошибку да и отследить все это делали нет спрашивают хорошо какой язык что какой язык чего язык язык чего вот это javascript вообще-то у нас посвящен посвящено все javascript туп а какая разница на самом деле я вам скажу так а какая разница какой-то язык да это всех языков касается вообще любых большинства скажем так да плюс плюс мы здесь помимо того что мы сделали плоский код мы еще здесь сотворили одно правило так называемое да то есть правило какое правило какое правило не тяну до конца правильно да то есть если здесь не все в порядке что нам здесь делать ничего до свидания да страна есть нет такой страны до свидания правильно и так далее и так далее и так далее три этого дела так вот продолжаем дальше итак это было правило номер два правило номер три переходим да значит друзья мои давайте стараться использовать значение по умолчанию я понимаю что это вот например такой метод как инклюдес у массивов появился тогда он там официально в пятнадцатом году на самом деле его начали внедрять раньше у нас уже девятнадцатый случится да уже на пороге вот поэтому поэтому вот такие вещи такие вещи да которые до сих пор встречаются например для того чтобы проверить язык стандартная запись например вот так то есть хрестоматийное выражение если ланг было что-то передано его и используем иначе да будем использовать например вот это значение я ничего не имею против такой записи когда она одна например но когда их много у нас много параметров то текущий стандарт экмоскрипт нам друзья мои позволяет использовать значение по умолчанию прямо при объявлении параметров правильно прямо при объявлении формальных аргументов функций можем это делать и будет нам счастье однако здесь могут меня спросить да во первых а как насчет если аргумент принимает не примитив а например что при этом делать при этом обычно делали следующее кстати плюс к этому плюс к этому делали следующую вид как например у нас кантри ну представь кстати представьте себе представьте себе что у нас объект кантри это объект и у него есть свойство name понятно что если мы обратимся к свойству объекта которого нет а тем более к свойству объекта который не тот объект то мы получим ошибку соответственно стандартная опять же процедура проверки была следующая сначала мы проверяли на сам кантри пришло ли это самое кантри потом проверяли на вот это например есть ли у нас кантри пришло ли оно и есть ли его name и опять же нормальные текущие современные параметры позволяют нам сделать позволяют нам сделать то что называется потерял дисфактинг да объект вот то есть мы теперь можем написать примерно вот так если мы ожидаем конечно государство с параметром name то есть и здесь мы уже напишем например print предположим здесь мы уже спокойно можем имя проверим кстати или не проверим например name и вот таким например образом да вот теперь если мы будем вызывать эту обратите внимание функцию да вот я передаю банальный объект а вот я передаю точно такой же объект например это бы объект я не то использовал да у которого есть соответственно name да если мы запустим этот код то мы обратите внимание в первом случае передали unknown втором передали получили точнее объект без свойства name втором получили и так мы можем тоже делать и это точно так же достаточно удобно помимо ифа друзья мои помимо ифа у нас бывают вот какие вещи у нас есть еще замечательный свитч ну на самом деле это шило на мыло кто-то кто-то использует одно кто-то использует другое фактически они взаимозаменяемые кому что нравится но тем не менее вот смотрите есть у нас предположим вот такая функция которая которая принимает опять же некий язык да наша конструкция свитч ориентируясь на этот язык возвращает массив списки государств на которых говорят в этом языке ну по умолчанию пустой массив так например вот соответственно соответственно если мы передадим сюда чего у меня там нет у меня там русского ru то мы получим пусто а если мы сюда передадим например английский какой-нибудь да или испанский то мы должны соответственно получить соответствующие сделаем это сделаем так это сделаем и вот так ну вот мы видим да что у нас вернулась здесь у нас пустой массив пустышка автоматически привелось к строке да здесь у нас вернулись испанцы опять же что в этом коде не так здесь в принципе все в порядке на самом деле да но во первых он слишком многословный а во вторых опять же то с чего мы начинали в самом начале обратите внимание это зашитый жестко здесь к то есть для того чтобы сейчас его расширить дописать еще один кейс или уже имеющийся кейс добавить какое-то государство да нужно физически залезать именно в этот код нельзя написать программу правильно да нельзя программно изменить эти массивы что мы можем сделать что мы можем сделать как всегда убираем этот свитч сейчас я вот так вот уберу его и вместо этого сооружаем не что иное как обратите внимание банальный объект то есть фактически словарь да государство только здесь это наверное испания обратите внимание во-первых кода гораздо меньше во вторых опять чего мы добились мы добились того же самого что и в прошлом случае с нашими дифами и ветвлениями это у нас уже целая структура которую мы можем вынести из этой функции куда-то и передать ее то есть например опять же передавать сюда не только лэнг но и лэнг и вот этот вот список список правильно да словарь это раз опять же мы можем динамически программно на это дело влиять правда вплоть до того что мы можем задать человеку вопрос например из какой-то государства да или какой у вас язык такой-то посмотреть у нас этого языка нет мы его просто можем добавить правильно чего раньше да ну а пользоваться им достаточно просто опять же да что что он у нас возвратит возвращаем мы ничто иное как лэнг да вот или пустой массив например или пустой массив ну кстати можно опять же этого опять же здесь избежать а добавить сюда что параметр ключ дефолт какой-нибудь да ключ дефолт ну например вот так наверное это будет даже грамотнее да чтобы эта строчка не зависела от этого вообще здесь будет ничто ничто вот такого плана вот так да а здесь будет а здесь будет написано вот так правильно потому что в нашем случае здесь недостаток какой в нашем случае недостаток такой что вне вне этой конструкции да вот этот код он знает о том каково содержимое значений этого объекта что например там массив правда и если мы там вдруг вместо массива что-нибудь другое определим придется вот в этом коде менять а это не очень хорошо тем более что как мы сказали вот это чудо но может вообще быть вне нашей функции вне нашей функции да и опять же если мы сейчас запустим это дело то мы увидим ровно тоже самое да у нас не пустой массив пришел изначально и соответственно испанские испаноговорящие государства пришли во втором случае и опять это удобно опять это ум мало того друзья мои мало того мало того мы можем мы можем Написать это Друзья мои Вот этот вещь Мы можем еще более удобно Еще более удобно Посмотрите что мы можем сделать Мы можем Вместо вот этого Всего И так даже правильно Соорудить Вот Такую конструкцию То есть что мы Здесь видим Давайте вот так сделаем Что мы видим Мы создали массив объектов Опять Динамический То есть Динамическая структура На которую Можно повлиять Программно Изменять Добавлять Удалять Менять местами Как угодно Правильно да Массив объектов Массив объектов Вот И что мы теперь Что мы теперь будем делать Да Как мы можем вернуть Что-либо Обратите внимание Обратите внимание У нас есть Опять же У массива Поскольку это Массив Замечательный метод Который Называется Фильтр Что он делает Он возвращает Массив В Значений Но при условии При каком Сюда Мы Передаем Функцию Обратного Вызова Обратного Вызова И Если Эта Функция На каком-то Значении Возвращает Труд Булевого Значения То соответственно Это значение Добавляется Вновь Создаваемый Массив Который Потом И Вернется То есть В нашем случае Мы Передаем Сюда Функцию Вот Такого Рода Обратите Внимание Фактически Наш Код В нашей Функции Два Куска Кода Независимы Друг от Друга Тот Сам По Себе Этот Сам По Себе То есть Фильтр Будет Итерировать По Этому Массиву И Выбирать По Одному Значению В нашем Случае Объекта Вызывать Для каждого Объекта Эту Функцию И Передавать Этот Объект В качестве Параметра И Ждать Возврата Если Наша Функция Возвращает Тру То Тогда Он Берет Это Значение Соответственно И Добавляет В массив И Добавляет Массив Вот Таким Образом Вот Ну Здесь Объекты Видите Вот Мне На Вопрос О Испанском Испанском Языке Обратно Пришел Массив Из Двух Объектов Ну Это Понятно Это Вот Этот И Вот Этот Если Мы Посмотрим Сейчас И так Далее Опять же Обратите Внимание Что Это Чудо У нас Настолько Динамичное Что Мы Его Можем Не Только Изменять Куда То Или Что То Мы Можем Мы Можем Его Даже Передать Мы Можем Его Сохранить В файл В конце Концов Я Даже Это Где-то Когда-то И Сделал То Есть У Меня Вот Здесь Обратите Внимание Есть Файл Вот Он Он Лежит Просто В файле Это Ничто Иное Как Готовый Джейсон Объект Это Строка В формате Джейсон Теперь Фактически Мне Вот Это Посмотрите Если Мы Сюда Посмотрим Да То Мне Вот Это Оно Вообще Не Нужно То Есть Все Что Я Сделаю Все Что Я Сделаю Я Просто Сюда Зачитаю Файл Зачитаю Этот Файл Как он Называется Country Yes Джейсон Джейсон Да Но Это еще не все Нам нужно его Это же строка Нам нужно ее Распарсить Правильно Поэтому мы Напишем Вот такую Вещь Джейсон Парс И Подсунем Эту строчку Которая К нам Придет Из Этого Файла Должна По крайней мере Прийти Вот А может Не придет А нет Вот пришла Все хорошо Вот Обратите внимание И мы Получили Ровно То Что И хотели То же самое То же самое Но Благодаря тому Что у нас Это не жестко Зашитая Конструкция А Структура В нашем случае Массив Объектов Мы его просто Тупо Вынесли В отдельный файл Все Взяли Файл Зачитали Распаковали Эту строчку Получили Массив Объектов И спокойно Использовали Казалось бы Правильно Да Все Все Я уже не говорю Про то Что опять же Мы можем Это сделать Вовне А не здесь А не здесь Вот Наконец Наконец До кучи Получив Опять же Не зашитая Вот это Да А Динамическая Посмотрите У нас Фактически Нет никаких Условий Да Если бы Да Кобы Все делается Автоматически Мало того Помимо того Что у нас Есть Например Тоже самый Метод Массива Фильтра Да Вот у нас Еще Парочка До кучи Что мы можем Сделать С этим делом Давайте посмотрим Мы можем Сделать Следующее Например Например Нам Хотелось бы Узнать Обратите внимание Ведь мы же Не видим Все страны Правда Да Они у нас Где-то там Нам хотелось Бы узнать А Все ли Государства Которые Находятся Вот в этом Вот Массиве В виде Объекта Англоязычные Или нет И опять Обратите внимание При Стандартной Ситуации Мы бы Сделали Что Вот если Так Отвлечься Да Мы Написали бы Так Мы бы Ввели И какую-то Булеву Переменную Например Вот такую Так Раз Правильно Потом Что бы мы сделали Мы бы Завели Цикл Мы бы Сварганили Цикл For Например Бросили То есть Для каждой Кантри Для каждого Нашего Объекта В этом Массиве Мы бы Спрашивали Если у нас Вот это Вот чудо False То мы бы Выскочили Из этого цикла Так Вот Если нет То тогда Если нет То тогда Мы соответственно Сравниваем С языком Фух Да Вот так Ну и понятно Возвращаем Если там что-то надо Вот таким вотом Видели Вот Что у нас Друзья мои На самом деле Понятно Нам Этого Не надо Почему Потому что Опять же Обратите внимание Нам вообще Вот Этого Вот этого Ничего Не нужно Да Почему Потому что У нас Есть Аналогичный Вот этому Фильтру Фильтру Метод Который Называется Every Every Да Я кстати Здесь Чуть-чуть Неправильно Я тут хотел Не с ленгом А с английским Да Сравните Потому что я Английский Именно выбирал Да Вот так Ну или Ленг Да Или Ленг Да Или можно Или можно С ленгом Да Сравнивать Да С которым Да Вот таким Вот образом То есть Опять же Та же самая Функция Обратите внимание Применяется Точно так К каждому Объекту Да И В конечном Итоге Мы Сюда Получаем Булево Значение True Если Все Без Исключения Вызова Функции Вернули True Если Хотя Один False То Значит Все У нас Проблема Вот False То есть У нас Не все Государства Там Испаноязычные Мы Об этом Уже Узнали Предположим Да Обратите Внимание Вот Эта Строчка Она Заменила Раз Два Три Четыре Пять Ну и Всякие Разные И условия И цикл И все Сразу Вместе Правильно А Чтоб Два Раза Не Вставать Понятно Есть И Противоположный Ей Метод Который Называется Some Да Который Возвращает True Если Хотя Бы Один Раз Наша Функция При Итерациях Вернула True То есть Есть Там Хоть Одна Страна Одно Государство Испаноязычное Или Нет Да Их Там Аж Целых Два Бабам И мы Видим Тоже Вот У нас Вернулась True Как видите Оно Тоже Есть Мораль Всего Выше Изложенного Как я Уже Сказал Да Во-первых Стараемся Если Если У нас Есть Какие Либо Перечисляемые Значения То Организуемых В Какую-либо Структуру Массив Ли Объект Ли Или Это может быть Массив Объект Или Объект Массивов Это уже Не важно Все зависит От наших задач Так или иначе Структура Почему Потому что Структура Она Живая Ее можно Изменять Программ Как видите Не только Изменять Но и даже Хранить Где-либо Передавать Получать Откуда-либо Да Вот Поскольку У нас Есть Эта Структура То Неплохо Почаще Пользоваться Соответствующими Методами Которые За нас Давным-давно Изобрели Правильно То есть Такие как Includes Такие как Filter Такие как Sam Такие как Например Envy Ну я не говорю Про Такие как ForEach И Mac Например Они Чаще Говорят Пишут И даже Чаще Используют Чем Эти Плюс Не забываем Что если Все так Безусловно Безусловий Никуда не обойтись То Пытаемся А Если у нас Есть ветвление Ветку с меньшим Количеством Кода Указывать В начале Второе Пытаемся Вообще Обойтись Без Ветвлений Без Вложенности Вот Воспользовавшись Ранним выходом Из функции То есть Проверяем То Что может Сразу Закончить Функции Причем Для чего Не надо Там Барахтаться Вот Несколько Условий Если Им Следовать То У нас И код Будет И Более Менее Обратите Внимание Читабельный Вот И Писанина Опять же Меньше Вложенности Вложенности Меньше Исходительство Ошибок Меньше Ну и Он конечно же Будет Расширяем Потому что Любая структура Она Динамически Может Изменяться Внешними Программами Вот Все Что я Хотел Доложить Сегодня Вам Поэтому Будем Писать Читаемый И Расширяемый Код Приглашаю Вас Всех На Наши Курсы И не Только По Яваскрип Каждый Найдет Себе Что-то Своё Ну и Всем Счастливого Кодирования